Любая библиотека хранит в книгах множество знаний, накупленных человечеством, но самое главное – достояние ее во все времена библиотечный специалист, непосредственный хранитель знаний, культуры, истории. Такой специалист работает в городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Это заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Елена Игнатьева. Трудовой стаж женщины начался 29 июля 1985 года. 38 лет Елена Аркадьевна отдала работе с книгами и по сей день с воодушевлением приходит на работу в библиотеку. После окончания Минского института культуры я пришла библиотекарем в детский отдел библиотеки филиала номер 7 «Юность». Почему стала библиотекарем? Очень любила читать. Думала, что библиотекари всегда много читают, в основном книги-книги. Но когда поступила в институт и стала приобретать навыки этой профессии, я поняла, что это совершенно не то. Потому что то, что приходят наши читатели, пользователи и видят тетю, сидящую за кафедрой, которая выдает, приносит книги, это совершенно не так. Чтобы тетя спокойно могла принести им нужную книгу, должна быть проделана огромнейшая работа. А книг в городской библиотеке имени Пушкина действительно немало. Книжный фонд насчитывает более 160 тысяч экземпляров и каждый год он обновляется для любимых читателей. Сегодня, несмотря на интенсивное развитие современных технологий, любителей провести досуг за чтением предостаточно. Они активно посещают библиотеки, которые сегодня, к слову, обустроены по последнему слову техники и могут удовлетворить запросы любого искушенного читателя. Хочешь детектив найдут, хочешь что-то из классики, но не знаешь, что предложат. Я люблю приходить в библиотеку, потому что, когда берешь книгу в руки, это совсем другие ощущения, нежели читаешь какую-то статью в интернете. И меньше глаза устают, и тактильные ощущения, вот перевертываешь страницы, перелистываешь, совсем другого ощущения. Сотни томов русских классиков, журналы и газеты, уникальные подборки зарубежных писателей. Все это богатство можно найти на полках книжного храма города Бреста. Но, как известно, 21 век – век технологий, потому доступ в интернет также есть в городской библиотеке. Как отметила директор библиотеки Светлана Городецкая, сегодня интернет не создает конкуренцию, а наоборот, дополняет. Для того, чтобы предоставлять людям релевантную информацию, быть своеобразным экспертом в информационном поле, все, что сейчас происходит, это компьютеризация, цифровизация библиотек идет только на пользу, потому что это только расширяет функции библиотек. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы технически оснащенные мы были более широко, но даже при тех возможностях, которые у нас сегодня есть, мы можем предоставить и доступ в интернет для читателей, и в читальном зале бесплатный доступ в Wi-Fi у нас также есть. И, кроме того, у нас специалисты отдела биографической работы всегда помогут отыскать нужную полезную информацию. К слову, накануне дня библиотек в Национальной библиотеке Беларуси в городе Минске прошла церемония награждения победителей 31-го республиканского конкурса «Библиотека о сородок национальной культуры», где Брестская центральная городская библиотека имени Пушкина была удостоена дипломом третьей степени. Мы этим очень гордимся. Кроме этого, конечно, у нас сейчас проходит ряд, на мой взгляд, очень важных проектов. Например, такой проект, правовой проект «Личность общества государства», который посвящен Конституции Республики Беларусь. Это неформальный проект, это не такой строго юридический проект. Мы, наши молодежи, рассказываем о том, что стоит за страницами Конституции Республики Беларусь. Брестская областная библиотека имени Горького не меньше пользуется популярностью среди брещан. В этом наша съемочная группа убедилась, когда посетила выставку редких книг «Самая-самая книга в библиотеке», на которой презентовали самые необычные, с автографами известных авторов, самые читаемые, самые увесистые или, наоборот, миниатюрные книги. Очень хотелось показать богатство нашей библиотеки, потому что действительно есть чем гордиться. И эта экспозиция – это лишь малая часть тех самых уникальных богатств, которыми мы обладаем. И, конечно же, мы гордимся, что в фонде есть и фрагменты Брестской библии 1563 года, и очень много раритетных книг. Они у нас находятся в отделе редкой книги. Здесь мы представили Фоксимили, той самой Брестской библии, которая вообще считалась шедевром книгопечатания с XVI по XVIII век в ВКЛ. Ну, помимо всех достоинств этой книги, я уже не буду их все перечислять, она еще и самая тяжелая книга, ни много ни мало, она весит 15 килограмм. В фонде нашей библиотеки вот такая миниатюрная книга, там у нас вообще выставка миниатюрных книг, а самая маленькая из них – это книга на иностранном языке, и ее размер 3 на 2,5 сантиметра всего лишь. Наталья Гурина – постоянная читательница областной библиотеки. В преддверии праздника женщина также решила прийти, чтобы на этот раз ближе познакомиться с редкими книгами. Выставка, конечно, показала разнообразие из всех отделов, и из отдела редкой книги, куда мы редко приходим, но там такие раритеты. В Фоксимеле все выглядят прекрасно, и Фоксимеле первого букваря, и Фоксимеле Брестской Библии, и там есть книги разных типографий 17 века, они изданы прекрасно, просто приятно держать их в руках с золотыми обрезами. Отдел искусства всегда проводит тоже отличные выставки, ну и, конечно, отдел абонемента тоже на все вкусы. Центральным событием мероприятия стал исторический экскурс, посвященный 470-летию основания первой на территории Беларуси типографии. Он позволил пришедшим прочувствовать ту самую атмосферу эпохи Возрождения, узнать, каким был Брест в то время и какие издания читали его жители. Самым известным изданием Брестской типографии является Брестская Библия, которая вышла 4 сентября 1563 года по инициативе и на средства канцлера Великого княжества Литовского, Несвежского князя, Брестского староста Николая Радивила Черного. Брестская Библия – это первое полное издание Библии в Восточной Европе и первое протестантское издание Библии на польском языке. Насыщенная программа недели библиотек не смогла обойти стороной важный государственный праздник – День народного единства. Поэтому в рамках фестиваля в Брестской центральной городской библиотеке прошел литературный марафон «Зародимый житем». Акции, которые проходят уже целую неделю в нашем городе Бресте, все общественные объединения подключились к проведению этих акций. Как раз именно в городской библиотеке будет создана первичка. Мы уже подали документы Белорусского союза женщин. И я хочу сказать, что они делом доказывают, насколько они принимают активное участие вообще в наших акциях. Акция конкретно, которая посвящена 17 сентября, Дню единства, она говорит о том, что все белорусы прекрасно понимают, какая это дата для нас. Именно для Бреща. Воссоединение с родной страной, с Белоруссией. И мы знаем от своих наших прадедов, дедов, бабушек о том, как раньше жили и какая была жизнь. Когда находилась под совершенно другим... Все, надо теперь уже переписать этот кусочек. И мы прекрасно знаем, как шло это воссоединение, и что конкретно белорусы могли перенести от того, что воссоединение наконец-то наступило. Эта акция вельми важна для союза письменников, для нашей молодцы. Я нам мае назву «Зарадимый житё» – это слова Валентина Таулая, письменника, який працаваў у заходной Белоруссии подчас оккупации. Такий жлёз нападкаў и Миколу Засима, и Пилипа Пестрака. Али письменники зрабели великий уклад у нашу литературу, яны закликали нас жить по правде, яны передали нам свои заповеты. И сегодня наши письменники нашего отделения пришли сюды, ка прочитать свои верши. Пришли сюды так само и дети, які будуть вспоминать наших классиков, наших знакомитых письменников, читать их верши. Среди участников литературного марафона представители областного отделения союза писателей Белоруссии, Белорусского союза женщин и ученики средних школ Бреста. Учащимся рассказали об истоках праздника и героических страницах истории, о знаменитых белорусах и традициях, символах и достопримечательностях Белоруссии. И, конечно, о писателях и поэтах, воспевающих нашу родину. А затем все читали стихи. Ящи не отвлекаю гадмист моих сябров и одногодков. В совершении другое пяти годки сбегают по расставанию вниз. Алина Роста не годит, звенел колючий дрот над краем. И родный Минск шагун. Иди, заходнее давно шагай. Анастасия Мелешкевич, Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели».